отличная новость среди подписчиков канала мы разыгрываем 3 автомобиля лада подпишись на канал переходи по ссылке внизу в описании к этому ролику голосуй и выиграй свою машину розыгрыш автомобилей 15 марта всем удачи привет друзья семейство газель next вышло 10 лет назад в начале 2013 года позже на базе вот этой современной кабины сделали и газон next и новый урал а вот соболя мы так и не дождались он выпускался с кабиной газели первого поколения и вот наконец-то вышел новый соболь соболь н.н. как и раньше соболь и газель передние части кузова абсолютно идентичны уже в базовой комплектации полностью светодиодные фары стоят на машине ближний свет дальний ходовые огни указатели поворота все здесь светодиодные фары поставляются из белоруссии и судя по тому что в общем то выпуск машин налажен с импортозамещением здесь все в порядке бампер разделен на две части по горизонтали по всей своей ширине поэтому если вы ткнулись какой-то сугроб там клумбу высокий какой-то бордюр не придется менять весь бампер целиком можно будет например поменять только нижнюю губу было бы совсем шикарно если бы он был разделен еще и по ширине на три секции угловые и центральные кстати противотуманки тоже светодиодные так что впервые в истории отечественного автопрома пока не появилась серийная по-настоящему серийная рестайлинговая веста вот она первая машина с полностью светодиодной передней оптикой на хром на решетке радиатора тоже не поскупились хотя казалось бы коммерческая модель можно и без него но нет все таки он здесь стоит под капотом тоже все прекрасно знакомая газелистом дизель каменс 2 и 8 он может быть мощностью от 120 до 150 лошадиных сил зависимости от версий у нас здесь такой промежуточный вариант стоит на 140 лошадей пока это единственный доступный дизель для соболя и ключевое слово здесь пока потому что потом разумеется появятся бензиновые и битопливные версии и на подходе дизель собственной газовской разработки вот это очень интересно подробности о нем пока никаких нет но очень ждем с нетерпением и хочется покататься а вот коробка сопряжена со старым двигателем уже новые газовцы не сидели сложа руки разработали собственную шестиступенчатую механическую коробку передач раньше было 5 передач теперь 6 6 так называемая экономическая для снижения оборотов и соответственно расхода топлива по трассе по конструкции соболин не отличается ни от себя прежнего ни от одноименной газели продольная установка мотора рамная конструкция передняя независимая подвеска это вот то что роднит его с газелью а вот отличие от газели в том что как и прежде у соболя стоит сзади односкатная ошиновка поэтому задний мост у него со своими ступицами колес ему соответственно требуется всего четыре сдвижная дверь закрыта кстати говоря вот еще одно новшество это уже тоже входит в базовую комплектацию никаких тут ключей тыкать уже не нужно пульт причем разблокируются отдельно двери кабины передние и две двери грузового отсека очень удобно можно контролировать то есть оставить открытую кабину и не волноваться что кто-то незаметно для вас залезет в грузовой отсек сдвижная дверь по правому борту входит в базовое оснащение левой нету но она и нужна в общем-то в ограниченном количестве случаев шильдик 3 и 5 указывает на то что полная масса этого соболя три с половиной тонны все соболи попадают под категорию b в правах при полной массе три с половиной тонны знаете какая у него грузоподъемность заявленная 999 килограммов в москве есть ограничение для некоторых зон для машин грузоподъемностью больше тонны вот тут 999 то есть часть ограничения этого соболя уже не касается и есть версия полной массы две с половиной тонны точнее там чуть меньше 2 490 с копейками и вот эта машина еще и не попадает москве под грузовой каркас может ездить вообще везде как легковушка но у нее есть ряд нюансов дело в том что снаряженная масса вот этой машины 3 с половиной тонны две тысячи пятьсот один килограмм то есть сделать на ее базе машину полной массой две с половиной тонны нельзя у нее снаряженная масса получилось бы больше чем полная поэтому у соболя 2 и 5 в кабине стоит одноместное пассажирское сидение вместо двухместного у него нету запасного колеса и обивка грузового отсека у него тоже отсутствует но здесь у нас машина полноценная с обивкой все сделано кстати говоря аккуратно не на всех коммерческих машинах вот так вот тщательно подходят к отделке салона иной раз встречается такое ощущение что где-то ножом по месту обрезали а здесь все солидно прилично есть ручка чтобы было удобнее забираться багажник причем ручка есть и около задней двери и около боковой за счет того что шины односкатные посмотрите колесные арки узкие и европалету сюда можно ставить и поперек и вдоль то есть по ширине она тоже проходит вместимость грузового отсека 3 европалеты а если в кубометрах 7 и 8 кубометр у старого соболя было 64 так что объем значительно вырос шесть такелажных петель двери по умолчанию распахиваются на 90 градусов но ограничитель можно снять вот все это одним движением делается и тогда на 180 что дает в общем то больше гораздо возможностей и еще один интересный момент тоже продумано вот такая штука длина здесь и так не маленькая 2 и 6 метра но сами понимаете даже если вот грузить от нижнего угла до верхнего по диагонали ну не все длинномеры войдут газовцы и это продумали здесь есть вот такая штука как в легковушках лючок для длинномеров и сняв облицовку еще и под передним пассажирским сидением тоже на двух барашках все минутное дело вы получаете еще больше метра длины пожалуйста какие-нибудь трубы уголки металлические сюда грузите не хочу и самое главное так как они лежат на полу то в принципе пассажиру они тоже никак не мешают так как их перемещение сильно ограничено со всех сторон то и при аварии они никакой опасности нести не будут в общем как ни крути со всех сторон машина выходит очень продуманная пока соболь доступен только в двух версиях вот такой цельнометаллической и комби с двух рядной кабиной других вариантов пока нет наверняка позже появятся и бортовые версии и пассажирские автобусы а самое главное чего ждут от соболя это полный привод вот особенным спросом соболь даже старый пользовался именно в полноприводном исполнении тем более что у газели next за все 10 лет полноприводных версий так и не появилось так что вот поклонники газовских машин да и все кому нужно микроавтобус или грузовичок повышенной проходимости вот соболь н н с полным приводом особо ждут мы тоже интересно будет протестировать на полный подробный рассказ о кабине соболь н н я не знаю сколько нужно времени потратить потому что газовцы здесь кажется продумали все этот интерьер очень и достойный даже по мировым меркам а для российского коммерческого даже легкового сегмента это просто какой-то космос даже не знаю с чего начать чтобы ничего не потерять ну ладно начнем с дверной карты во-первых из нее получился удобный подлокотник для левой руки во вторых в двери целых три кармана точнее три яруса карманов тут небольшой наверху двойной на среднем ярусе и есть еще один в самом низу в который в общем то сидя на сиденье ты даже не дотянешься его используют когда вот стоишь рядом с открытой дверью плюс есть еще четвертая ниша туда можно какой-то инструмент грязную ветошь прятать еще одна ниша есть под водительским сидением если его сдвинуть до конца вперед откинуть спинку можно что-то положить и за него и под основание очешник ниша для мелких вещей тоже здесь или для тахографа здесь же два юсб порта например видеорегистратор можно будет подключить ну банальная полки над ветровым стеклом зеркала салонного здесь нет в этом блоке расположен датчик дождя автоматический стеклоочиститель датчик света кстати говоря тоже есть две ниши на верхней части панели и для каждой из них и для водителя для пассажира тоже есть свои юсб порты обзаряжайся очень крутая вещь ладно вот этот вот маршруточный бардачок штуку уже вроде бы знакомые газовцы и здесь пошли дальше закрываем вот есть еще верхняя штука кажется да для чего она тут кармашка никакого нет она плоская а это встроенный держатель для телефона пожалуйста ставь хоть его вертикально хоть горизонтально ничего не нужно лепить на стекло у тебя штатный держатель для телефона здесь рядом присоединил зарядку все у тебя работает смотришь на навигатор но при этом мультимедийная система тоже входит в базовое оснащение здесь есть скаченные приложения по умолчанию стоит навител но в принципе функционал можно расширить и дополнить дисплей приличный все по стандартам современном эргономике дисплей максимально наверх поднят все очень удобно блок клавиш тут аварийка по центру две отдельные клавиши блокировка замков дверей кабины и грузового отсека отдельно включается свет в грузовом отсеке и клавиша принудительного прожига сажевого фильтра дальше климатический блок смотришь так да климат-контроль на самом деле режима авто здесь пока нет это обычный отопитель с кондиционером кондиционер тоже входит в базовую комплектацию обогрев сидений обогрев лобового стекла по всей площади круто на каком развозном грузовичке вы еще это видели руль кстати обшит кожей вот на нем обогрева нет но так как обод кожаный уже полшага до этого я думаю со временем появится газовцы умеют слушать чего хотят потребители будет запрос будет обогрев руля возвращаемся климатическому блоку он уже сейчас выглядит как вот полноценный климат-контроль gk-дисплей тут температура показана распределение потоков скорость вентилятора есть еще одна клавиша включение до гривателя сами понимаете дизельная машина на холостом ходу остывает в кабине становится холодно тоже в базовое оснащение входит отечественный догреватель бинар его можно запрограммировать на включение по времени как предпусковой подогреватель через вот этот блочок можно включить уже при работающем двигателе как догреватель морозы у нас тут в дни теста не сильно и так одно название но пробовал включал действительно в кабине становится теплее кнопка запуска двигателя то есть не только бесключевой доступ в кабину но и бесключевой запуск двигателя да у нас на легковушке Такого еще не ставят, а она вот на Газелях с Соболями уже есть Ручник, клавишный, электронный рычаг ушел Тоже современное решение и тоже новое для российского автопрома Но тут еще две ниши, я уже устаю их просто перечислять Два откидных подлокотника, индивидуальные для пассажира и для водителя У пассажира здесь есть еще и ухватистая такая ручка внизу Держаться, если вдруг по каким-то причинам подлокотник не хочется опускать Когда среднего третьего нет, сидите вдвоем, вот такой вот органайзер откидывается Мечта курьера, сюда вот и планшет лизает, ручка, два подстаканника Хотя, подстаканники, возвращаемся к этому Есть и по углам приборной панели, сюда даже вот высокий термос входит и держится на ходу И еще есть подбутыльники в нижних углах Полуторалитровая бутылка входит, чтобы не стукаться коленом об этот вот жесткий пластик Он сделан выдвижным, то есть вы убрали бутылку, сложили этот подбутыльник И вам ничего не мешает входить-выходить из кабины Рычаг коробки расположен по-современному в приливе, поэтому по центру кабины ничего не мешает Можно водителю с минимальными неудобствами при необходимости выходить и через свою, и через правую дверь Место среднего пассажира здесь полноценное, как я уже сказал, есть и подлокотник Сидишь вполне комфортно В дополнение к тем четырем USB портам, которые я уже сказал, здесь есть еще одна розетка Это, в общем, стандартная 12-вольтовая Но, по факту, их здесь две, потому что газовцы оставили еще и классический прикуриватель То есть, итого получается шесть розеток Бардачок верхний Когда-нибудь, возможно, его место займет подушка безопасности Сейчас, в силу известных обстоятельств, нету и водительской подушки, хотя она должна входить в базовое оснащение Небольшая полочка, телефон сюда можно бросить Вот еще раз тот подбутыльник И на пассажирской стороне он есть И заглядываем в бардачок Ну, казалось бы, да? Вроде бы ничего особенного, такой не самый большой Но, во-первых, вспомните, сколько мест для хранения я уже упомянул А во-вторых, здесь тоже есть своя фишка Вот, посмотрите, язычок нажимаем И открывается такой маленький тайничок, в котором лежит инструкция по эксплуатации Вообще, шикарное решение, по-моему Ну, вот такое маленькое, изящное, но продуманное Отлично вообще, просто шикарно Ну, и перебрались мы на место правого пассажира У него профиль спинки несколько отличается Потому что все-таки на среднем месте вот этот вот откидной бокс Ну, вносит свою лепту Но, повторюсь, в принципе, все три места в кабине Соболя Они очень удобны Никакого дискомфорта даже в дальних поездках не испытываешь Ну, и, пройдя всю кабину насквозь Вот то, что я говорил под водительским сидением Вот такой же рундук с инструментом Есть по пассажирской стороне Кстати, вот тоже мелочь, но она продуманная Смотрите, набор инструмента и домкрат положили с пассажирской стороны То есть вы безопасно все это достаете со стороны обочины Хотя, конечно, если вам по каким-то соображениям удобно это держать под водительским сиденьем Никто вам не запрещает это переложить Но вот по умолчанию это лежит справа И это такая вот тоже продуманная мелочь Руль в Соболе НН регулируется только по углу наклона Но это вообще не проблема Потому что сидение здесь регулируется вообще, по-моему, во всех возможных измерениях По длине, по углу наклона спинки это само собой Настраивается вылет поясничного упора Подушка регулируется по высоте раздельно в передней и задней части То есть вы можете настраивать одновременно и угол наклона Регулируется длина подушки Да, можно сделать подлиннее, покороче И самое крутое, что здесь есть Водительское сидение подрессоренное Здесь есть регулятор Настраиваете под свою массу Чтобы сопротивление было соответствующее И на самых таких явных неровностях Чувствуете себя как в магистральной фуре Круто! То есть действительно обустроиться на водительском месте И проехать много часов не проблема Как и в большинстве подобных машин Порожняком Соболенен позволяет легко трогаться со второй передачи Зеркала, кстати, отличные Нижняя секция не регулируется, но она выполняет одновременно две функции Это и панорамный вид, более широкий обзор Маневрируя вы видите свое собственное заднее колесо Когда оно там упрется в бордюр, чтобы прошло мимо какого-нибудь препятствия Короче говоря, удобно Кстати, зеркала еще в помощь при парковке Потому что почему-то при всем богатстве комплектации Ни камеры заднего вида, хотя цветной дисплей есть Ни парктроника на Соболененен не стоит Ну, впрочем, для модели они заявлены Поэтому со временем, конечно, появятся Штука для машины с глухой стенкой, конечно, очень полезная Кстати говоря, доводилось тут недавно ездить на другой коммерческой модели У которой в переборке между пассажирской кабиной и грузовым отсеком стояло стекло Тонированное, но стекло А здесь было салонное зеркало Абсолютно бесполезное, но оно стояло И в итоге складывалось неприятное впечатление Проезжает встречная машина Отражается в стекле И в свою очередь в зеркале И ты как-то не понимаешь Говорит, откуда она взялась Что там в зеркале мелькает Здесь водитель ничего не отвлекает И в общем-то ехать вполне комфортно Чем еще удивил Соболь НН Так это радиусом разворота Радиус разворота 5,4 метра У некоторых кроссоверов и легковушек больше Поэтому, например, на обычной двухполосной загородной дороге Вот две полосы и небольшие обочины слева и справа Соболь разворачивается в один присест Как легковушка Как не каждая легковушка Поездил в темноте Светодиодные фары хороши Ничего не скажешь И ближний, и дальний свет Ну, а что по езде? Ну, вот про трогание со второй передачи я уже сказал Четвертая, пятая, шестая Тут, в принципе, все просто Четвертая передача работает с 50 км в час Пятая с 60 Шестую можно включать на 70 Чтобы не было насилия над движком То есть, в принципе, это действительно Только трассовая история В городе про нее забудьте Шестиступка это штука свежая Еще нет у нас сравнения Насколько она позволяет экономить солярку Но позволяет это однозначно На тахометре обозначена зеленая зона Где-то примерно с 1600 оборотов До 2400 Удерживаете стрелку в ней Все Самый отличный и оптимальный режим Никакой детонации Хорошая тяга И, например, на высшей шестой передаче При скорости 110 обороты двигателя Как раз подбираются к концу зеленой зоны Но не выходят за нее 110 Соболь набирает Ну, для коммерческой машины Просто-таки играючи Заявленная максималка у него 130 Ну, и вот 110-120 пустая машина идет легко В общем-то, даже не самой мощной версии Каминса Напомню, у нас 140 сил Бывает еще 150 Не самой мощной версии Каминса Вполне хватает этой машине Передняя независимая подвеска Это супер Никаких подруливаний не требует Машина очень хорошо держит траекторию Рулишь одной рукой Даже на разбитой дороге не напрягаясь То есть, излишней жесткости тоже нет Причем даже на пустой машине Задняя подвеска не козлит Можно достаточно быстро проезжать Тех же лежачих полицейских Но при этом Что свою законную тонну Что больше Будьте уверены Увезет легко Не поперхнется Что Газелинен Что Соболинен Спроектировали под широкий набор систем активной безопасности Здесь должен быть и система автоторможения И круговой обзор Сканер мертвых зон Вплоть до адаптивного круиз-контроля И системы удержания в полосе Пока этого ничего нет Заглушки ждут своего часа Кстати говоря, здесь достаточно такой обширный Маршрутный компьютер Запас хода Средняя скорость Время в пути Расстояние Это все понятно Но вот, например Он считает Оставшееся время до ТО Не только в километрах Тут межсердесный интервал 20 тысяч километров Но и в моточасах Тоже Кто привык по этому показателю Больше ориентироваться Ну вот вам в помощь Такое решение Температура двигателя Тоже показывается На цифровом дисплее В градусах Это для тех Кто опять-таки Хочет видеть Более точный показатель Гарантия На Соболинен Составляет 4 года Или 200 тысяч километров Я подметил Интересный эффект Пока дизель Работает на холостых Или не выйдет В зеленую зону Есть, может быть Несколько повышенный Уровень шума Уровень вибраций Но Как только Наступает на тахометр Вот эта вот Пресловутая зеленая зона Все замечательно Мотор успокаивается Работает ровно Тихо Кстати говоря У нас здесь стоят Шипованные шины Никакого гула от резины От колесных арок Снизу Нет и в помине Так что По меркам LCV Шумоизоляции Я считаю Более чем достойная На трассе Машина не напрягает Абсолютно Ну действительно В ней не устаешь В ней приятно ехать Далеко Отличный продукт Получился у газовцев Так держать И знаете Что хочется сказать Вот со всеми этими Успехами На коммерческом поприще И с тем Как достойно Эта машина Оснащена Хочется Сказать Ребята Не пора ли вам вернуться Может быть И в легковой сегмент Может быть Кроссовер какой-нибудь Или рамный внедорожник Придумать Дизель есть Рама есть Ну Давайте Новую Волгу Комплектация у Соболя НН Только одна И как вы уже поняли Очень богатая Поэтому цена Зависит только От Типа кузова Такой цельнометаллический Фургон Стоит 2 миллиона 700 тысяч Версия комби Полупассажирская Полугрузовая На 200 тысяч Дороже И вот как раз Вот эта богатая Комплектация Это есть возможность Для дальнейшего Снижения цены Если рынок потребует Газовцы смогут Убрать что-то Из оборудования И машина Станет доступнее Друзья У меня на этом все Вы не забывайте Подписываться на наш Ютуб канал И я вам напоминаю Что журнал за рулем Представлен во всех Социальных сетях Счастливо И будьте здоровы